Игорь Цесарский Существует подкаст, который называется На ютубе Континент ТВ Клуб Еще забыл Свой же подкаст и забыл, но бывает Так вот, Континент ТВ Клуб Милости просим, в том числе И с авторами Континента, как печатного Так интернетного, так и Этой передачи радиоблока В том числе можно там встретиться и Послушать, ну а сегодня Лена, я рад тебя не только слышать Но и видеть И мы сегодня Не такой большой секрет О том, о чем мы договорились Заранее, мы всегда договариваемся О чем-то, но сегодня мы договорились Поговорить на очень серьезную На тему, может быть Трагическую Которая у многих людей Имеет в том числе Живущих и в Чикаго, и за его пределами Много личного Это тема Чернобыля И это Тема не просто Чернобыля, а То Как мы Вспомнили очередной раз Эту годовщину Благодаря Фильму, который прошел На канале HBO И который Ну, я надеюсь, что большинство Все-таки наших Слушателей тоже не пропустили Еще раз добрый день, Лена Добрый день Я скажу так Я очень Волга боялась Смотреть этот фильм Почему боялась? Потому что Я отношусь к категории Чернобыльских подрамков Покалеченных Чернобылем Не то, что я киевлянка Киев вообще Был очень Хорошо покалечен Точно так же, как и Гоми Как и остальные города Которые были Рядом с этой зоной А потому что мне Посчастливилось Можно сказать В 96-м году Молодой журналистке Мне посчастливилось Работать В этой зоне И об этой зоне У меня Я прошу прощения Как раз упали У меня остались Воспоминания В виде вот таких вот Документов Чернобыльских Всяких Разовых И прочих пропусков Запечатанных Чернобыльскую зону Я напоминаю Это было Лето 86-го года Мне посчастливилось Оказаться Первой Женщиной Журналисткой Которую Украинское телевидение Послало в эту зону Когда меня Директор Программы Вызвал И сказал Ну некому ехать Кроме тебя Некому Потому что Все остальные Женщины у нас Журналисты С маленькими Детьми Уехали Или беременные Ну некому Тогда я только Заикнулась О том что Я не хочу Туда ехать Я очень молодая И мне как бы Еще потом Семью иметь И детей рожать А что на меня Посмотрел этот человек Ныне покойный Он ушел из жизни Буквально На прошлой неделе И сказал В том случае Ты останешься Без комсомольского билета Таться без комсомольского билета Я бы с удовольствием Бы осталась Но я очень любила Телевидение Я очень любила Свою профессию Поэтому я себе Не представляла Как я буду жить дальше Без телевидения Я поехала Меня долго предупреждали Это был июль месяц 86-го года Жара Страстная жара И я ехала Не просто Чернобыль Чернобыль Это родина моей бабушки Это старое Еврейско-польское местечко Откуда евреи Просто уехали Те, которые остались После погромов 18-го, 19-го, 20-х годов И поляки Которые тоже вынуждены были Оттуда уехать И вот это местечко Куда я накануне В 85-м году Попадаю вместе с бабушкой Которой вдруг Через много-много-много лет Она с 19-го года Не жила там А она захотела На родину вернуться Она захотела посмотреть Что же там случилось Не случилось А просто посмотреть Можно сказать проститься Это был 85-й год И мы поехали Я помню Бабушка была В достаточно зажиточной семье Женщина Увидела ее Она подошла Говорит Ой, хозяйка Вы вернулись В том доме Где жила бабушка Там детский садик И вот это Вы вернулись Оно Меня как бы Точит В протяжении Всех лет Потому что я потом Через год Туда вернулась Я туда вернулась Со съемочными группами Я туда вернулась Мне было страшно Туда ехать Сокровенно Было страшно Когда меня увидела Третий секретарь Клипетского горкома партии Галина Ивановна Трианова Совершенно Замечательный человек Ее не стало В 88-м году Она меня увидела И спросила А тебя, детка, за что? И вот этот вопрос А тебя, детка, за что? Он меня Всю жизнь мучает А потом она мне задала вопрос А ты Вино с собой привезла? Я говорю Нет Нельзя же Сухой закон в зоне Она мне говорит Ну и дура И вот это Тебя, детка, за что? И ну и дура Вот знаете Оно как бы Постоянно Образы, лица Которые возникают В памяти Вот постоянно Я помню Вот эту женщину Которая мне сказала Все О той власти Которая Вот так вот Распорядилась По всем своим народом Я хорошо помню Первый мая Когда Лично По приказу Горбачева Щербицкий Должен был вывезти всех На демонстрацию Потому что В противном случае Щербицкий бы положил Свой парк-билет А парк-билет Это значит Дорога в никуда И для партийных деятелей Их жизнь Вне партии Означал полный крах Это не то, что Мое телевидение Которую я не соображала Еще ничего Я молодая девочка была Для этих людей Ни его жизнь Ни жизнь его сына Который тоже стоял Там на первомайской демонстрации Ни жизнь остальных Ночерей и сыновей Которые Жили Ели Ничего не означало Потому что Для той системы Жизнь каждого человека Это Жизнь винтиков Винтиков системы И когда я увидела Наконец-то Этот фильм Я сидела В отцепенении После первой серии После второй Третьей Четвертой Пятой Потому что Я видела Что наконец-то Кто-то Сказал нам Правду Ту, которую мы все знали Кто-то не побоялся Кто-то не постеснялся У кого-то хватило средств Я мгновенно понимаю Как работает Российская пропаганда Чтобы нивелировать Мгновенно Все, что сделали Американцы Совместно с англичанами Честь И поклон Создателям сериала Потому что То, что я увидела Я увидела Правду Детали я отброшу Детали Всегда мелочи Есть какие-то Всегда можно придраться К чему-то Но К фактическим вещам К осмыслению Того, что я увидела Я считаю Я считаю, что По уровню Приговора Советской власти Это фильм номер один Потому что Когда мне говорят Что Горбачев Развалил Советский Союз Вот тут Мне хочется Просто кричать Я считаю, что Горбачев Должен не в Германии Жить А он должен Жить В Припяти Рядом с тем Реактором Благодаря Благодаря ему Который Собственно И взорвался Благодаря Вот той системе Которую он поощрял Благодаря Можно Соглашаться Да Но Это 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 Не заслуга Развал Советского Союза Не заслуга Горбачева А когда люди Говорят о Горбачеве Я вспоминаю Все предпосылки Чернобыля Я вспоминаю Все, что было потом Я вспоминаю Лопаты В Грузии Лопатки В Литве Я вспоминаю Людей Которые Воевали И в Сунгаите И на Карабах И в Карабахе Это все Были Те отзвуки Той советской власти Которая была При Горбачеве Я уже не говорю Афганистан тоже Якобы он вывел В Астанет Это все были предпосылки Того Того загнивающего Строя Который прибил Всех нас Потому что Мы покалечены Этим строем Я У меня Американские Естественно Дети И когда Я сказала Вы должны Посмотреть этот фильм Они смотрели Они говорили Неужели это все правда Я говорю Это все правда Они говорят Этот фильм Это просто Мне говорит 22-летний парень Этот фильм Должен посмотреть Каждый Американец Каждый Для того Чтобы понять То К чему Нас сейчас Ведут Наши Демократические силы И вот Только ради Этого Ради этой фразы Я считаю Что создатели Фильма Сделали Самый большой Самый большой Вклад В борьбу С социализмом Вот это Мое личное Такое отношение К этому Да Лен Я могу сказать Тебе На сей счет Меня поразил Фильм Да В хорошем смысле Потому что Не всегда То что снимают На материале Чужой Не всегда Понятной страны Выходит так Как вышло здесь Поразило еще другое Что Рейтинги На которые мы Ну не сильно Обращаем внимание Но все таки Где-то видим Да Неожиданно Оказались выше всех Даже Игр Престолов И так далее Совершенно верно Игорь Любые игры Престолов Это фантазия Разума Это игры Это игры А тут идет Тут идет Вот То живое Натянутое Без Крика Но кричит Все Кричит Вот этот Полураспад Он Он буквально Каждой клеточкой Его ощущаешь Ну что Что я могу сказать Я человек Который Стихи не писал Я всегда Изъяснялась Прозой Сейчас я все-таки Если мне разрешат Я У меня буквально Буквально Вырвалось Буквально Вырвалось Все Почему Потому что Я посмотрела Фильм Я досматривала Первую серию Я почему-то Сама с собой Начала Говорить Рихмой Я поделюсь Не осуждайте Потому что Чернобыль Черноболь И кричит И кричит И фами Мирный Атом В крови В генном Коде Горит Не развеять Полынь Корич Вот Смерть Дубрав Причерной Звездой Превратившись Все в прах Не дано нам Судьбой Да и времени Нет Чернобыль Черноболь Шрам Оставившись Смерть Навсегда Как страшна Безвозвратность Того Что зовется Судьбой Просто тем Что дано Вижу Буйство Я лет Все Я помню В деталях С белых Яблонь Налить Сколько лет Ощущаю Прокопченные Пеплом Лица Снятся Ночами Что навеки Остались Заповедном Том Крае Зона Столько Уж лет Нарывает И ноет Не дает Мне ответ Только Жалобно Стой Я вхожу В коридор Бесконечно Туннельный Это мой Приговор Страшный Сон Как Расстрель Я хочу Все забыть Очень Сердце Устало Не могу Я простить Все Что было Чем Стало Если Ад На земле Вы хотите Увидеть Чернобыль Черноболь Непременно Войдите Я уже Не смогу Я его Схоронила Моя память Его саркофагом Накрыла Город Мертво Живой Возродиться Не сможет И от этой Тоски Все Мурашки Вот это Мой крик Это Моя боль Это То С чем Я живу Я очень Многих Похоронила Моих Коллег Моих Друзей Я очень Благодарна Что Мы Живы И мы Можем Сказать И можем Передать Да Несомненно Но вот Ты сказала Об этом Хорошем 22-летнем Мальчике Который Посмотрел Американский Мальчик Образованный Умный Я просто Знаю О ком Ты Поэтому Именно И говорю Но Вот Одновременно Ты говоришь Это приговор Да Это приговор Той системе Это приговор Всем тем Кто Кто стоял У основания Кто Кто держал Уздечку Но Смотри Какая штука Что Относительно Того Как Здесь Увидят Это И увидят Ли И поймут Ли Вот Тут у меня Большой вопрос И большие сомнения Потому что Мозги настолько Вообще Размягчены Этими Берни Сандерсами И прочими Деятелями Поэтому Как Какие-то Поганки Вырастают Все эти Аказии Кортес И так далее А вот Сошусь в одном Я всегда Помню Что капля Долбит камень Не села Но частым падением Это Древнеримская Мудрость Я надеюсь Что Ну я всегда знаю Что большинство Конечно Оно не право Право Меньшинство И это Меньшинство Которое Формирует Общественное Мнение Которое Дает Почву Для Размышлений Я Верю Что Вот Такие Фильмы Такие Художественные Произведения Которые Кто-то Воспринимает Как по мне Это Не столько Даже Художественное Произведение Это Документалистика Облаченная В художественную Форму Потому что Там все документально Там каждый образ Кроме Одного Образа Который Тэмили Уатсон Все остальные Это реальные люди Реальные события И все написано По документам Я Вот уже Второй день Третий день Читаю Очень интересную Клинию Совершенно Бесподобно Я рекомендую Каждому Оно есть На интернете В электронном Формате Это 1202 Страницы Документов Комитета Госбезопасности СССР Которые Рассекретили Украинцы И вот Ты сидишь И видишь Каждую Строчку Каждый Приказ Ты видишь Каждую Подпись Ты видишь Каждого Героя И каждого Подонка И вот Я считаю Что те люди Которые стоят Под подписи Тех людей Которые Скрывали Это все Я считаю Что если они Живы Они должны Закончить Свою жизнь Чернобыльской Зоне Да Я могу Просто привести Пример Я просто Приведу Сейчас Я просто Зачитаю Чтоб люди Поняли О чем я говорю Зачитаю В связи С этим Целесообразно Рекомендовать Минздраву СССР Рассмотреть Вопрос Об усилении Контроля За использованием Информации О состоянии Больных В истинных Дозах Радиации Количества Зараженных Это все Идет документ Со сообщения Агента Меркурия Сотрудники Института Дуберкулеза И грудной Хирургии Апостола Вовширшевский Инициативно Проводят Замеры Уровня Радиации В воздухе Растения Заявляют Что многие Сотрудники Сильно Пострадали У них Поражены Читовидные Железы Что все Сельхозрастения Заражены Или вот еще В связи с аварией На Чернобыльской АЭС Службы США ПРГ Англии Франции Других Стран НАТО Зарабежные Подрывные Центры Заметно Активизировали Свою деятельность По сбору Информации О ее масштабах Уровня Радиации Обстановки Среди Населения Республики Очень Интересный Еще Момент В развернутом На западе Злобном В развернутой На западе Злобной Антисоветской Компании Активно Участвуют Зарубежные ОУН Организации Украинских Националистов Их главари Распространяют Провокационные Измышления О том Что авария На ЭС Будто Появляется Частью Далеко Идущих Планов Москвы Одновременно Среди Украинской Миграции Начал Сбор Средств Фонд Помощи Пострадавших И вот Таких Тысяча Двести Две Страницы Это Я считаю Самый Страшный Бестселлер Который Может быть Это Самый Страшный Триллер Который Можно увидеть Потому что Для нас Переживших Вот это Все Я Мгновенно Визуализирую Потому что Сразу После Моих Поездок Чернобыль В начале Августа 1986 Года Я попала В институт Радиации Провериться И так Случилось Что В этом Институте Работал Мой Одноклассник Тоже Молодой Врач Золотой Медалист Красным Дипломом Закончил Киевский Мирный Институт Имени Богомольца Игорь Лыс Умничка Игорь Проработал Полтора Года Он не выдержал Он бросился Под машину Он не выдержал Того уровня Стресса И ужаса Который он видел Каждый день Вот что значит Чернобыль Да Вот что значит Эти судьбы Эти зоны Я была в Чернобыле Потом со съемочной Группой Польской Я была в Чернобыле Последний раз В 95-м году Со съемочной Группой Итальянского Раи Уду С моими коллегами Я больше не была В Чернобыле И я не могу понять Людей Я не могу понять Тех Кто зарабатывает Экскурсия в Чернобыль Деньги Я не могу понять Вот это зарабатывание На На самой страшной Трагедии Я не могу понять Любопытство людей Которые готовы Рисковать Curiosity Kill the camp Вот это Любопытство По поводу Ядерной энергетики И ядерного Мирного атома В каждый дом Как было написано У въезда В 30-километровую зону Мирный атом В каждый дом Тогда мне говорят Что это Почему Не создали Вот Ни русские Ни украинские Кинематографисты Вообще Кинематографисты Это Я считаю Они не могут Это создать Они никогда бы Не создали Такой фильм Потому что Они не могут Подняться Над Вот той Катастрофой Которая произошла А не часть Этой катастрофы Эта часть Очень субъективна Здесь нужен был Совершенно трезвый И отстраненный Взгляд Вот то Что произошло Мне кажется Что этот взгляд Заинтересованно Отстраненный Он получился К тому же Я не уверена Что Российские Средства Массовой информации И российские Кинематографисты Просто бы Смогли Поднять В настоящих Условиях Вот тот Пласт Который Подняли Американцы Потому что Все что Сейчас Продолжается В России Это Есть Вот Тот Мирный Атом Который Является Тем Разрушительным Который Прежде всего Разрушает Память Разрушает Самосознание Разрушает Анализ И Даже Та война Которая Сейчас идет В Украине На Донбассе Это вот Те последствия Того Разрушительного Мирного Атома Ну Я Я только Могу Представить Себе Этот угол Зрения Который Путинский И Который Бый Наверняка Присутствовал В этой Теме Если бы За нее Взялись Те Подмастерья Которые Клепают Эти Фильмы Даже Даже Если Это И Режиссеры По фамилии Стоун Там И так Далее Но у нас Будет еще Возможность Лена Извини Я понимаю Реплика Уже Буквально Вот Вот И созрела Но Мы На несколько Минут Уйдем Сейчас На Главной Повторю Попросить Наших Радиослушателей К разговору Потому что Я думаю Что среди них Очень много Из тех Кто Пережили Чернобыль И Может быть Даже Посмотрели Этот фильм Хотелось бы Просто Поговорить Обсудить О настолько Наболевшем Мы говорим О той ране Которая У каждого Из нас И услышать Ваше мнение Спасибо Ну и Через несколько Минут Мы вернемся Возвращаемся В программу Радиоблог С Игорем Цесарским Напомню Телефон В студии 847-400-5200 Это как раз Тот случай Когда вы можете Позвонить И принять участие В разговоре Либо задать вопросы Елене Или Игорю 847-400-5200 В первой В первой половине Программы Была масса Звонков Люди пытались Дозвониться Надеюсь Надеюсь Откликнуться На приглашение Принять участие В разговоре Я знаю Что много Есть Среди наших Слушателей Людей Которые Так или иначе Которых Так или иначе Коснулась Трагедия Чернобыля Потому что Я помню Лет 10 Назад Мы говорили На эту тему В эфире И довольно много Было звонков Довольно много Людей Делились Своими Воспоминаниями Своими Трагедиями Которые Произошли В то время Я считаю Что Чернобыль Это Не столько Даже нужно Говорить Сейчас о Чернобыле Как о последствиях Вообще Слома Системы Я считаю Что Чернобыль Это вот Именно О той системе О том социализме В котором Мы жили Я никогда Не забуду Я просто Сейчас Вот свои Какие-то Воспоминания Буду так Постепенно Тестовать Когда я говорю Леночка Давайте Попробуем Все-таки Вот люди Как бы Собрались С мыслями Ну пожалуйста Приглушите Пожалуйста Ваш радиоприемник Слушаем вас Приглушите Радиоприемник Приглушите свой Алло Да пожалуйста Вот мы говорим О Чернобыле Взрыв Чернобыля Я пережил Это дело Я жил в Киеве И знаю Там Очень много Чего Об этом Но вы Если вспомнить Когда его Начали строить Сколько Сколько Снесли Деревень Которые Снабжали Киев Овощами Фруктами Чем угодно Там был Золотое Место Припяти И там еще Сто маленьких Речек И они построили Этот Чернобыль Реакторы Начали строить На Плывуне Сколько там Бригад Морозить Там Приходили Их опускают А они Исчезают Понимаете Это кроме Кроме того Что потом Он взорвался И сколько Людей Погибло В зеленую Зону Зайти Нельзя Было Лес Гудел Мне Приходилось На машине Заезжать В лес Там Дорога Была В общем Гудел Лес Ужасно Было Понятно Спасибо большое За ваш зону Хочу вам Рассказать Как это Было Спасибо Что вы Позвонили И сказали Помни о зеленой зоне И Кстати В зеленой зоне Так называемая Зеленый мыс Потом построили Это город Ликвидаторов Мне довелось Снимать В этом городе Это были корабли Которые стояли Просто на Припяти У каждого Дозиметрический контроль Был Я ходила С Галиной Ивановной Я ознакомилась С людьми Я никогда Не забуду Когда я подошла Перед тем Как вступить На корабль А там Мокрые тряпки Лежали Нужно было Ноги вытереть Безиметрист Меня меряет А потом говорит Галина Ивановна Где ты Эту стерильную Очаровашку взяла То есть Я для них Была Сперильной Потому что Они все Были заражены Я никогда Не забуду Опять-таки Это знаете Я считаю Что это моя Журналистская Мужская удача Мне так повезло 8 августа Попасть Выезжать из зоны А 8 августа Это Рыжков В зоне И после 8 августа Первый день Когда мерили Радиацию Не только На колесах Машин Вы можете себе Представить С 26 апреля По 8 августа Никто не мерил Дозиметрического контроля Персонального Не было У каждого Выезжающего из зоны Так вот Когда Рыжков Выезжал Он дал команду Проверять Персонально Я никогда Не забуду Этот ужас Когда мы Выезжаем В 11 вечера И Дозиметристы Нас останавливают Каждую машину И мы Выходим И нас ведут В какую-то Палатку Я сейчас помню Эту палатку И каждого меряют И начинают С ног мерять И чем выше Поднимается дозиметр Тем больше Он начинает Звенеть И вот этот Звук такой И зашкаливает Вот этот Знаете Вот этот уровень И ты приходишь Оторопе К тому что Ты не знаешь Что с этим делать Ты не знаешь Что с этим делать Я помню Я же сказала Что были Запрет на Спиртное В то время Когда надо было Давать спирт В то время Когда надо было Давать красное вино В пиве Оно было В пиве Я помню Как каждый пил Вот это вино Я помню Как мама давала Моему маленькому Моему младшему брату Тоже она давала вино Чтоб он тоже это пил Чтоб мы все пили Но в зоне Где это должно было быть Этого не было И тогда Галина Ивановна Когда мне сказала Что я дура Что я не привезла Я привезла ей это вино Я не могла его пить И она сказала Вы идите из зоны Будете выезжать Мы ставили машины Каждый раз Две машины С аппаратурой Бампер к бамперу И мы пили это вино Я с тех пор не могу Красное вино пить Это у меня на всю жизнь Осталось Когда мне предлагают Красное вино Я сразу себе представляю Вот этот бампер к бамперу Вот это самое страшное Что они могли сделать Не сказать правду Вы понимаете Ведь что такое Полураспад Систему Полураспад Атомов Вот этого Стронца и прочего Это тысячелетия Это десятки тысяч лет Но то, что они сделали С людьми Это отразилось На первом поколении Втором Третьем Сколько людей Страдает сейчас Заболеваниями Сколько Сколько мы Мы все поражены Мы поражены Системой Всем мы поражены Это самое страшное Знаете, я еще расскажу Одну Историю Которая Вот чисто Кинематографическая У меня все руки Не доходят Вот все как-то Не доходит Сесть и написать Эти воспоминания Ведь Когда эвакуировали Людей Из Припяти Они вот в чем стояли В том их вывозили А потом им Через некоторое время Разрешили Когда уже Более-менее Там было Ну не так опасно Как они считали Забирать вещи Из зоны Каким образом Это происходило Вот тебе разрешили Заехать в зону Разрешили там что-то взять То, что ты можешь вывезти И потом Стоят дозиметристы И проверяют Это все И вот у меня На всю жизнь Перед глазами Стоит женщина У нее Ворох вещей И все грязное Нельзя взять Абсолютно ничего Вот просто Ничего И она стоит Она о чем-то говорит А я наблюдатель Я в машине Сижу Я наблюдаю За какой-то Человеческой трагедией Вы понимаете Что самое страшное Ты просто наблюдатель Вот журналист Он наблюдатель Я наблюдаю За этой трагедией Я не вмешиваюсь Я не могу Ничего поделать Потому что Не положено Она стоит У нее Вот этот Кофр От баяна Она стоит И он ей говорит Грязно Грязно Нельзя Она разрывает В отчаянии Вот эти Открывает Этот ящик Где баян Она достает Этот баян И говорит Мерить Он меряет И говорит Можно Можете себе Представить Вот этот Уровень Трагизма Когда у человека От всей его жизни Остался Вот этот Один баян И она его держит И она от радости Плачет Я вот таких Историй Видела много Я видела Множество Историй Я видела Людей Я помню Этих ребят Которые сидели Передо мной Я знаю Что их никого Не осталось Не пожарники Я просто знаю Точно так же Я знаю Что радиация Она пятнами идет Кому-то повезло Кому-то меньше Все находились В равных условиях А кто-то умирал А кто-то выживал И кто-то до сих пор Живет Из тех Которые были там И в районе крыши И приходилось Просто голыми руками Графит брать Кстати я вам хочу Рассказать Это уже совершенно Не имеет отношения Вроде бы К Украине А с другой стороны Без этого нельзя В Кибуце Миром Галан Которые находятся На Галанах В Израиле Был Я не знаю Работают ли они сейчас Это был В 90-е годы Я встречалась с людьми Ученые Ученые из Невосибирска Это люди Делали специальные роботы Которые потом Использовались General Electric В роботах Которые Работали В Чернобыле И там Снимали Вот этот графит И все снимали С крыши Вы знаете Мир настолько Весь завязан Когда мне говорят Это трагедия Российская Или украинская Или белорусская Это трагедия Всего мира Это трагедия Которой могло бы не быть Но она Случилась Это трагедия Предупреждения Глухому миру Который Не делает выводы Ничего не понимает Единственное Что Случилось После Чернобыля Вот такие Атомные станции Прекратили Работу Их стали Переоснащать Может быть Это И спасает Какие-то жизни Потом я сравниваю Невольно С той трагедии Которая была В Японии Ухима Но там мгновенно Стало правительство Реагировать Оно мгновенно Стало предупреждать Потому что Это правительство Эти люди Думают прежде всего О людях А не о том Как Кто И где Отреагирует Ну Лен Цена человеческой жизни Известна Она В странах Цивилизованных В странах Таких Неподверженных Тому Чему были Подвержены Увы Страны Так называемого Соцлагеря Да Где Человеческая жизнь Она ни во что не ставилась И в первую очередь Где это было В первую очередь Советский Союз В первую очередь Коммунистический Китай И так далее Где Что такое Человеческая жизнь Цена ее Начиная Со второй мировой Да Люди Бабы еще нарожают Знаменитая Да Так и здесь Ну подумаешь Пожарники погибли Другие Возьмут Фланги И так Понимаешь То есть там Даже это слово Цинизму Оно Немножко Преуменьшает Вот То То чем это являлось Понимаешь Я Вспоминаю Фрагменты фильма Потому что На самом деле Это было в жизни Когда Уровень Опасности Меряется В количестве Человеческих Жизней Вот сейчас Ну это Три человеческие Жизни нам Будет стоить А это Пять А это Десять Подумаешь И вот Трагедия Которая меряется В количестве Человеческой Жизни Которую Посылают На смех Но они Не сами Они посылают И они Запрещают И они Закрывают Я вспомнила Сейчас еще О таком понятии Как цензура Я помню Каждый раз Как цензурировалось Каждое слово Каждое слово Каждое слово И теперь Когда я вижу Такую же цензуру Которую проявляет Уже Через 30 лет Совершенно В другой стране Проявляется Эта цензура Мне хочется Кричать Потому что Я вижу Чернобыль Я вижу Признаки Вот этого Чернобыля В сознании И Чернобыль Это же не просто Чернобыль И рванула станция Чернобыль Это сбой Человеческой системе Терористских ценностей Да У нас звонок есть Может мы попытаемся Поговорить Сослушать Придень Да Добрый день Есть фильмы На украинском Телевидении Которые Рассказывают Ну это документальные Фильмы Можно сказать Под названием Совершенно Секретные Сейчас доказано Россия Раша эта Паскудная Она продолжала Травить народ Это тот же Продолжение Голодомора Это На таком месте Нельзя было строить Все это было Запрограммировано Раньше Задавить Украинский народ Добить до конца Его Спасибо Ну вы знаете Я соглашусь В том Что В этом месте Нельзя было Вообще строить Точно так же Как в таких Густонаселенных Районах Вообще не стоило Строить Эти атомные Станции Я Ездила в Чернобыль Еще тогда Когда он строился Так уже случилось Я видела Весь этот Энтузиазм И Самое страшное Что все Что у нас делалось У нас делалось Подгонялось Под какие-то Праздники Под какие-то Даты Мы все Заложники Вот этих Дат Мы Все наши Успехи Все наши Неудачи Отмеряли Датами И То что Сейчас у нас Происходит Я невольно Все-таки Сравнила Потому что Суть человеческая Она везде Одинакова Суть пропаганды Тоже везде Одинакова Мы И жертвы Пропаганды И Создатели Этой пропаганды Потому что Каждый из нас Молчащих Молчаливых Это значит Мы Поддерживали Ту пропаганду Своим Молчанием Я Участвовала Я не пропагандировала Я рассказывала У меня была Другая задача Но Надо мной Стояли Мои Руководители Над которыми Стояли Другие Руководители Мне Посчастливилось Я считаю Что Журналист Не имеет право Быть членом Партии Я никогда Не была В партии Мне было Очень тяжело Сдерживаться Но Те люди Которые Были В партии Которые Руководили Телевидением Они Прекрасно Понимали Что они делают Они прекрасно Понимали Каждый раз Когда Материалы Шли С эфир Обязательно Подпись Цензора Должна Была Стоять И мы Все Прошли Через Это А как Иначе Можно Было Сопротивляться Системе Лена Детские Газеты Я имел Отношение И то Я сам Лично Носил Грамки На Подпись А как У нас Еще Звонки Попробуем Принять Добрый день Слушаем вас Добрый день Вот тогда Когда Произошла Эта Трагедия Через Несколько Дней В Чернобыль Приехали Два Академика Велихов И по-моему Легасов Я вот не помню Четко его имени И после этого После этого Легасов Застрелился Пусть это будет Легасов Застрелился Окончил жизнь Самоубийством И оставил письмо Но письмо Это было засекречено И никто не знал Почему Что Как И что Может быть Вы имеете Хоть какую-то информацию Об этом Легасов Не застрелился Он якобы Повесился Он повесился Через два года После того Как он должен Был делать доклад Большой международный Доклад Он сделал Один Потом второй Должен был делать И человек Он знал О своей болезни Он был Болен И Он подготовил Ряд документов И должен был Поступать С этими документами У человека Было Табельное оружие Он мог Застрелиться Вместе с тем Его нашли Прямо накануне доклада Его нашли Повешенным Значит Это говорит о том Что в тот момент Естественно Никто не разбирался О причинах Причина была простая Просто так человек Не вешается Имея возможность Покончить С убийством Другим способом И документы Которые должны Были быть Опубликованы И доведены До всего мира Они не прозвучали Это произошло Смерть Легасова Произошла Прямо Накануне Публичного выступления Больше того После выступления Легасова В 97 Нет Это был Август 96 Года В Лондоне Он Рассказал О всей трагедии О всей сути Того что произошло После этого Советские власти Личный товарищ Горбачев Подчеркиваю Лично Горбачев Не дали Легасову Больше Рта Раскрыть Ему Не дали Возможность Работать Его Выкинули Из всех Академических Учреждений Поэтому Я считаю Я считаю Категорически Я считаю Что Горбачев Это преступник Ну Хорошо Это отдельная Большая тема У нас есть Счетланки Слушаем вас Алло Здравствуйте Здравствуйте Спасибо за передачу Алло Да 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 Говорите Это самое Моего племянника Призвали в июне месяце Это с Минска Его призвали В июне месяце Они снимали В Гомельском районе В Гомельской области Верхний слой земли Работали Показывал Показывал фотографии Вадик в трусах Жара Под сорок Привезут кухню Одну кухню Супом Вторую кухню С водой Мыться нечем Черные Как эти самые Мыться нечем В одних трусах Яйца Яички привезут Показывают Черные все Пока Пока они скушают Все черное Пыль страшная Мыться негде В палатках они жили Мыться негде Привезут воду В этой кухне Это в Гомельской области Привезут кухню С водой Говорят на расклад Воды нету Ничего Пить нечего Страшно Он давно ушел Фарен Фелик Давно ушел В 98-м году Рак легких Рак Поджелудочной Железы Страшное дело Как он учился Это страшное дело Молодой парень Совсем И вот Это Свои наказания Вы знаете Ведь никого ж не лечили Никого не лечили Потому что Нельзя было диагноз написать Да Диагноз написали Другие Диагноз Лучевая болезнь Никому не ставили Только 5 человек первые получили Те, которые непосредственно там были А всем остальным писали Сосудистая дистония Еще что-то Еще что-то Еще что-то Но Я же вам говорю Мне для того, чтобы Идти в институт радиологии Я должна была предоставить Целую пачку бумаг Что я была в Чернобыле После этого Меня только стали проверять И мой Одноклассник Он не верил Он говорит Ну тебе просто повезло Ты в рубашке родилась Да Я считаю, что Вот в рубашке Родилась И те, кто живы До сих пор И те, кто живут Мы все родились в рубашке Но этой рубашки Могло бы и не быть Это правда И мы Исключительно рады Этому обстоятельству Что Что видим тебя Кстати говоря У нас есть еще звоночек Попробуем принять Добрый день Слушаем вас Алло Да, говорите Здравствуйте А вы знаете Что Те облака Которые Шли на Москву И все посадили В Могилевской области Поэтому у меня друг Который водителем там Служил Ну как Партизаны Знаете Они все пришли оттуда С корками Ветераны Чернобыля Никто об этом Даже не говорит Там была такая радиация Это просто ужас был Пол Белоруссии Уничтожили Да Да Это известно На самом деле Это говорилось Да Это нет Это не тайна Мы это все знаем Точно так же Как я знаю Все от тех людей С которыми я работала Те люди Которые первыми Первыми Поехали освещать Не Московские Журналисты Мои коллеги Витя Павлю В частности Можно еще одну ремарочку Пожалуйста Ради Бога Извините Мой дом Служил в северских войсках В 86-м году Где-то под Архангельской областью Они никак не могли понять Что у них происходит С датчиками Потому что все зашкалило И пока шведы Не подняли шум Никто Никому ничего не говорил Это известный факт Великое государство Которое Извините Обгадилось Со всех сторон Мы же поэтому и говорим Простите Мы же поэтому и говорим Что вся система Витова В том что произошло От самого начала От того что Это построили Не там где нужно От того что К праздникам Хотели отрапортовать И от того что Дальше Абсолютно Абсолютно Я с вами согласен 200% Это когда в армии Листики красят С травой вместе Все то же самое Ничего не меняется Да Спасибо Спасибо за ваше мнение Лен У нас буквально Уже остается Несколько минут И я бы хотел Все таки Чтоб ты еще раз Пару слов Сказала о фильме Потому что Мне кажется Что Ну Может кому-то Сложно даже Посмотреть в оригинале Но Но есть Уже наверняка Есть и русские переводы Уже есть русские переводы Достаточно Поискать просто Все На просторах интернета Есть очень неплохие переводы Естественно Это не синхронные переводы Как положено Субтитры есть Если вы не понимаете Есть без субтитров Просто голосом перевод Но Я считаю Что сыграли Совершенно Бесподобно Они сыграли И показали нам Нас же Да Вы знаете Что такое Правдивость игры Это когда Ты сам Свидетель того Что было И ты видишь Игру И ты не отличаешь Где игра Где правда Ты видишь правду Так вот Я рекомендую Смотреть Тот фильм Который вышел В мае месяце Последняя серия Вышла В субботу Обязательно Посмотрите Серию Чернобыль Пять серий Это не так много Да Это он небольшой Мини сериал Мини сериал Пять серий По часу По часу С небольшим Да Но Вы понимаете Вы смотрите И вас затягивает Этот сериал Он затягивает Своей Правдоподобностью Правдивостью Своей правдой Он затягивает Своим Как вам сказать Небезучастным Участием Он заставляет Думать Он заставляет Думать И вспоминать Нас Переживших Он заставляет Думать Тех Кто никогда Понятия не имел Что такое Чернобыль Ну там где-то слышал Чернобыль Чернобыль Авария На атомной станции Он заставляет Нас подумать О тех последствиях Которыми в мире Вообще Произошли изменения Последствия Чернобыля Потому что Чернобыль Дал почву Для размышлений Нашим ученым Которые Находятся В разных странах мира О той Безопасности Без которой Не может существовать Атомная энергетика И вот теперь Первое Главное Создание Безопасных условий Для работы Для труда Потому что Когда говорят Об энергии А мы все живем В эпоху Когда энергия Это самое главное Цена Все У нас уже К сожалению Заканчивается эфир Ну Я думаю Что помимо всего прочего Спасибо тебе Во-первых За твой прекрасный рассказ А во-вторых Я думаю Все кто посмотрит Этот сериал Еще раз почитает Все-таки Это будет Как прививка От ностальгии По тому Советскому Союзу По которому Кто-то еще Плачет Спасибо всем Кто нас слушал Спасибо Спасибо Будьте на нами Субтитры создавал DimaTorzok